Уже не за горами сезон отпусков и озаботиться получением загранпаспорта стоит уже сегодня. По закону срок его оформления составляет один месяц. Ускорить этот процесс можно только в случае болезни или смерти родственника. Тогда документ сделают за три дня. Сегодня загранпаспорт выдается двух видов – старого и нового образца. Новый загранпаспорт – это биометрический. Это фотографируется сетчатка глаза, это снимаются отпечатки пальцев, и он уже идет с голограммой. Загранпаспорт старого образца – это ничего не делается, и он выдается сроком на пять лет, а нового уже на десять лет. Для оформления загранпаспорта можно обратиться в МФЦ, нужно будет оплатить госпошлину. Для паспорта старого образца она составляет две тысячи рублей, для нового образца – пять тысяч рублей. Для того, чтобы заказать паспорт, достаточно паспорт Российской Федерации и заявление, которое можно заполнить самостоятельно дома, либо прийти здесь и сотрудникам его заполнить. Но стоит отметить, что загранпаспорт старого образца только делается в городе Белгород. Мы, как представители МФЦ, возим документы, Белгород его подготавливает, мы оповещаем человека, он приезжает сюда, и мы его выдаем. Существует вариант оформления загранпаспорта, в котором можно сэкономить 30% при оплате госпошлины. Тогда заявление на получение документа составляется на сайте госуслуг. Для этого необходимо подтвердить свою учетную запись в МФЦ. Паспорт нового образца получать нужно будет в отделении по вопросам миграции у МВД, а старого образца уже только в Белгороде. После того, как заявление направлено, система проводит автоматические проверки. Если заявление соответствует, оно поступает к нам. Здесь сотрудник, уполномоченный на прием заявления на рассмотрение, проверяет правильность заполнения заявления. В том случае, если заявление заполнено правильно, принимается решение о приеме заявления, меняется статус в личном кабинете, и гражданин видит, что его заявление принято. Одновременно с этим в комментариях прописывается приглашение для гражданина для цифрового фотографирования, сканирования отпечатков пальцев. Назначается дата, время и дата посещения отделения. Чтобы сделать загранпаспорт на ребенка до 14 лет, необходимо предоставить его свидетельство о рождении и заявление одного из родителей. Госпошлина составит 2500 рублей. В некоторых случаях в оформлении загранпаспорта могут отказать. Все они предусмотрены федеральным законом. Это ограничение права выезда по принятию такого решения судебными приставами, исполнителями, в случае, если имеются ограничения и обязательства, признанные судом к исполнению. Ограничения могут быть вынесены в процессе осуществления трудовой деятельности гражданина, в случае, если он имел допуск к секретным сведениям. Также лицам судимым за совершение преступления, если наказание не отбыто, лицам, которые находятся под следствием до вынесения решения по делу, либо приговора суда. И лицам, которые указывают в заявлениях о себе ложные сведения. Загранпаспорт не обязательно получать по месту прописки. Это можно сделать и по месту обращений или фактического проживания. Тогда срок оформления составит три месяца. При любом варианте оформления загранпаспорта можно выбрать удобное время для его получения. Главное – не затягивать до последнего. Продолжение следует...